Привет всем, кто зашёл ко мне на канал о жизни во Франции. Сегодня я по многочисленным просьбам расскажу о продуктовых карточках во Франции. Об этом много людей меня спрашивали, особенно на ТикТоке. Я решила этому специально отдельное видео посвятить, потому что тема такая животрепещущая, и я вижу, что совершенно мало понимания по этому вопросу есть. Я сегодня всё по полочкам вам разложу. И я сразу скажу, что эти продовольственные карточки — это абсолютно не то, что вы думаете. Значит, что из себя представляют эти продовольственные карточки? Во-первых, да, это верно, что Макрон объявил, что мы будем вводить эти продовольственные карточки. Они по-французски называются «Cheque à l'imantère». Этого ещё нет. Это к концу марта должно запуститься. Что эта карточка из себя представляет? Наверное, вы подумали, что продовольствия не хватает, и только если у тебя есть вот этот талон, ты можешь купить себе там, скажем, килограмм сахара, как когда-то в пересрочные времена. Нет, это совсем не то. Это не карточки продовольственные, как в блокадном Ленинграде или что-то в этом роде. Совсем-совсем-совсем не так действует эта система. Система действует абсолютно по-другому, и это просто помощь малоимущим слоям населения. Это просто помощь от государства, будем так говорить. Я уже вам говорила, что в Европе очень хорошая социальная система. И, кстати, России. Тут нужно брать пример с Европы, но тоже до поры до времени, потому что иногда оно зашкаливает совершенно в полный абсурд превращать. В общем, как здесь действует эта помощь от государства, в том числе и этим шейкалимантэ, которые будут вводиться. Во-первых, это основано всегда во Франции на твоём уровне дохода. Уровень дохода может быть разный, и на каждую семью высчитывается так называемый «куссион фамильяль», то есть некий коэффициент семейный, который говорит, насколько ты беден. Он высчитывается согласно каким-то там алгоритмам, точно я не знаю, но в первую очередь уровень дохода, количество людей в семье, количество детей, количество совершеннолетних, несовершеннолетних. В общем, всё это высчитывается. Каждый год он меняется, потому что уровень дохода может меняться, ситуация в семье может меняться. В общем, там есть какие-то свои правила, и ты попадаешь в какую-то строчку вот этой таблицы. И предусмотрены разные виды помощи от государства. Например, скажем, детское пособие. И там написано, если у вас коэффициент от стольких до стольких, то ваше детское пособие равно тому-то. То есть больше всех денег получают от государства именно самые неимущие слои населения, беженцы и совсем малообеспеченные люди. И потом прогрессивно, чем больше дохода у семьи, тем меньше помощи от государства. В общем-то, очень даже разумная система, если так разобраться. Я лично не получаю никаких льгот от государства. У нас с мужем зарплаты высокие, и даже если работает только один из нас двоих, то всё равно мы зашкаливаем, и мы никогда не попадаем ни в одну из этих строчек, где хоть какая-нибудь помощь возможна. То есть это, надо понимать, надо быть совсем бедным человеком, чтобы на эти все льготы претендовать. Потому что у нас не какие-то экстренно высокие зарплаты, хорошие зарплаты, нормальные, квалифицированные, высококвалифицированные. Но, так сказать, я вам говорю, даже одной зарплаты достаточно, чтобы быть уже в самой высшей строчке этой таблицы. То есть вообще-то эти виды помощи предусмотрены действительно для совсем слабообеспеченных слоёв. Дальше. Вот вы чувствуете, я вам уже всё с самого нуля, потому что эти талоны на питание, они тоже будут по этой же самой схеме выстраиваться. И я вам потом конкретно покажу, что они из себя представляют. Единственная льгота, которую я получаю, это детское пособие. Оно предусмотрено даже если доход семьи высокий. В Германии точно так же, даже ещё хлещ. Там детское пособие просто фиксированное для всех. На каждого ребёнка в месяц больше 200 евро на каждого ребёнка выплачивается. Независимо вообще от дохода. Независимо от того, родители этого ребёнка миллионеры или беженцы, одна и та же сумма всем выплачивается. На детей. А потом другие льготы, конечно, в зависимости от дохода. Во Франции детское пособие гораздо более скромное, я вам хочу сказать. Вот, например, когда у нас один ребёнок был, это было 31 евро, по-моему, в месяц. То есть это вообще ничто. По сравнению с Германией, где 200 евро на каждого ребёнка. Даже больше. Ну, я не смотрела в последнее время, но где-то так. Если у тебя два ребёнка, то уже 131 евро. Сразу существенно повышается. Но это не на каждого ребёнка, а на двух детей вместе. То есть вы видите разницу между Францией и Германией. Во Франции на двоих детей ты в месяц получаешь гораздо меньше, чем в Германии на одного ребёнка. Эта помощь, детское пособие, она перечисляется сразу на счёт банковский. Безо всяких талонов, без ничего. Это автоматически перечисляется. Теперь, есть разные виды помощи прочей. Большинство из них тоже базируются на вот этом коэффициенте семейном. Скажем, там, на какие-то школьные поездки. Бывают... У нас, например, в школе был обмен между Францией и Германией. Детский обмен. Дети жили в семьях в другой стране. Это было здорово. То есть мы за это платили целиком. Те семьи, которые менее обеспечены, они платили в зависимости от своего уровня достатка. Виды помощи бывают разные. Бывают от государства на национальном уровне, бывают на региональном уровне или на уровне вообще твоей коммуны. Вот, например, у нас от нашего региона есть вот такие талончики, которые выдают всем школьникам уровня коллеж. То есть это с шестого по девятый класс. Я заказала такую книжечку вот с талончиками. Это помощи школьникам. Что она из себя представляет? Ты получаешь такую книжечку. Ой, один талон у меня выпал. Вот. В ней талончики. Они именные. Что на них написано? Например, на них написано, на этом талоне, скидка 4 евро на спорт. Здесь все объясняется на последней страничке, какой листочек ты на что можешь истратить. В общем, здесь есть на спорт 50% скидки на секцию, на спортивную секцию. То есть за спортивную секцию мы платим, там, скажем, 100, 50 или 200 евро. Ну, каждая секция по-своему требует. И вот ты можешь, например, заплатить половину, а половину приложить вот такой чек. Дальше. По скультюр. То есть это на культурные мероприятия. Тоже это как секция. Например, ты записался в кружок по рисованию. Ты, у тебя есть скидка 30 евро, ну, там, скажем, на кружок рисования или на какую-то вот такую культурную, может быть, театральную студию ходишь. Это, ну, как правило, услуги все платные. Тоже оно может варьироваться в цене, верхней границы нет. Но, опять же, 30 евро на дороге не валяются. Дальше. Тут есть два чека. Скидка в каждом из них на 4 евро. На покупку книжки или DVD-шки или CD-шки. Или можно сходить в кино. Но билет в кино, как правило, стоит 7-8 евро, а тут 4 евро скидка. И последняя скидка 10 евро на прокат. Если ты, например, хочешь взять лыжи на прокат или какой-то электрический велосипед на прокат, ты можешь тоже использовать эту скидку на 10 евро. Это не во всех секциях и не во всех магазинах принимаются. Есть списки магазинов, где эти вот чеки действуют. Вот так это действует. Приблизительно так же будут действовать и шек-алимантер. То есть вот эти пресловутые карточки на питание. Согласитесь, что это не то, что мы подумали. К такой помощи могут прибегать, как я вам уже говорила, на национальном уровне, на региональном уровне, на уровне коммун. Могут принимать решения даже на уровне каких-то школ. Я увидела, например, репортаж в Сан-Дени. Это проблематичный пригород Парижа. Может быть, помните, был период во Франции, когда массово жгли машины. Вот это вот как раз в Сан-Дени. Там очень неблагополучная публика живёт. И, как правило, это малообеспеченность, слава и население. Вот тут как раз в репортаже показывают, что в какой-то момент в ковидный кризис решили поддержать школьников, чтобы они питались хорошо, чтобы не было так дорого платить за школьную столовую. И ввели тоже вот такие книжечки, чеки. В некоторых местах есть такая поддержка. Ну, как я уже говорила, малоимущим слоям населения. У нас тут недалеко тоже есть социальный центр, где выстраиваются очереди. И уже по очереди видно, что это бедные люди с какими-то тачками уже на колёсиках они приходят. И вот тоже они могут набирать по малой цене, скажем, вот они... У них такая же книжечка. Например, на билетике написано «За 50 центов ты можешь купить килограмм овощей». Вот они вырывают вот этот билетик, выбирают себе килограмм овощей, которые им нравятся, и платят за него всего 50 центов, скажем. А килограмм овощей стоит, скажем, в 10 раз больше. Вот такая система. И эти карточки продовольственные, они, конечно, как я вам уже сказала, будут вводиться для малоимущих слоёв населения. То есть меня это не затронет людей, которые нормально зарабатывают, а оно не затронет. Но это затронет именно малоимущих. Это будет действовать по той же системе. Выдадут людям вот такие вот книжечки. Это не значит, что продовольствия нет. Это не значит, что вот только тем, у кого есть карточка, дадут, а остальным нет. Нет, это просто помощь государства людям, которым это нужно. Так что, когда меня спрашивают, например, оправдали, говорят, что во Франции вводят такие меры. Это звучит из телевизора так ужасно, но на самом деле это, согласитесь, что теперь после моего разъяснения вы уже совсем другое имеете представление об этом. Моя цель вам рассказать правду. Я смотрю тоже и российские источники информации. 90% того, что говорится про Европу, это правда. Но в данном случае, ну как, правда это или нет? Нет, с одной стороны, правда, да? То есть говорят, что вводятся карточки на питание, с другой стороны, остаётся совсем другое впечатление. Как будто бы тут вообще продуктов не хватает, и только мы по карточкам, как в блокадном Ленинграде, будем получать свой кусочек хлеба. Нет, это совсем не так. То есть это то, что называется манипуляция, такая классическая. Вроде бы ты сказал правду, а оставил впечатление диаметрально противоположное. Поэтому правильно делаете, что меня спрашиваете. Я вам буду такие моменты разъяснять, и с большим удовольствием я это делаю. Я говорю вам абсолютно объективно. То есть то, что хорошо, то хорошо, то что плохо, то плохо. У меня нет никакой цели там выгородить Россию или выгородить Европу, пустить кому-то пыль в глаза. Я знаю прекрасно, что гораздо лучше заходит шоковый контент. Если я сейчас начну говорить, ой, у нас тут действительно вводят карточки на питание, кошмар, такого не было уже со времён войны и так далее. С другой стороны, что верно, то верно, что эти карточки вводят именно потому, что они стали нужны. Многие люди оказываются в такой ситуации, когда действительно им нужна материальная помощь, какая-то дополнительная. И то, что ситуация у нас идёт на спад, и это только цветочки, это все знают, что дальше будет хуже. Но на настоящий момент, так сказать, не надо паниковать и делать вид, что тут совсем есть нечего, и только всем раздают по килограмму в руки. Нет, это совершенно не так. То есть на настоящий момент это просто помощь государству. Что будет в будущем, да, об этом тоже все говорят с полной серьёзностью, что у нас настанет кризис, что мы сможем гораздо меньше продуктов себе позволить, гораздо меньше прочих благ себе позволить. Что будут проблемы с энергией, с продуктами питания, с прочими удовольствиями. С этим всем надвигаются большие проблемы. Но с карточками, я надеюсь, я вам всё прояснила от и до. От А до Я. Поэтому продолжайте задавать ваши вопросы. От меня вы узнаете то, чего вы не узнаете из телевизора. За правду, я думаю, стоит поставить лайкосик. Не стесняйтесь, я именно для этого здесь и сижу, и этому посвящаю очень-очень много времени. У меня на канал уходит много времени, чтобы как раз донести до людей правду. Цель моя в этом. Прощаюсь с вами ненадолго. Жду вашей активности, жду подписок. Пока, до новых встреч!